Уважаемые коллеги, мой доклад посвящен одной из актуальнейших проблем практического здравоохранения. Это проблеме сердечной недостаточности у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Актуальнейшая проблема есть сложности и диагностики, и есть сложности лечения таких пациентов. Да, уважаемые коллеги, как показало одно из крупнейших исследований, в котором участвовало около 6 тысяч пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, наблюдение в течение 5 лет показало, что доля сердечно-сосудистых событий у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких в общей структуре летальности составляет до 25%, как причины госпитализации до 50%, и при снижении показателя объема форсированного выдоха за первую секунду на каждые 10%, риск сердечно-сосудистой летальности возрастает практически, ничего не вижу, и вы тоже, уважаемые коллеги, существенно до 30% и выше. Итак, уважаемые коллеги, проблема чрезвычайно актуальна, и об этом свидетельствуют еще и результаты европейского регистра сердечной недостаточности, в котором обозначено, что среди пациентов с сердечной недостаточностью 14% по европейским данным составляют пациенты с хронической обструктивной болезнью легких, а для России этот показатель существенно выше, он достигает по данным разных исследований до 30%. Для нас эта проблема еще более актуальна. Какова же причина развития сердечной недостаточности у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких? Я хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, что по данным исследования, проведенным в Ростове-на-Дону, сердечная недостаточность у больных с хронической обструктивной болезнью легких достигала 27%, то есть по России в среднем до 30% это наличие сердечной недостаточности у пациентов с хоббл. Причины примерно 30% в треть случаев это обусловлено именно хронической обструктивной болезнью легких, развитием хронического легочного сердца. Остальные две трети это или сочетание хронического легочного сердца с сердечно-сосудистыми заболеваниями, или же ишемическая болезнь сердца у этой категории больных, а я дальше покажу, это очень высокий процент развития ИБС в условиях хронической гипоксии, высокий процент артериальной гипертензии, поэтому в двух-третьих случаях мы можем говорить о смешанном генезе сердечной недостаточности у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Конечно, наличие хронической обструктивной болезни легких определяет особенности течения сердечной недостаточности, трудности диагностики, кардиологические, пульмонологические, клинические маски, что стоит одна одышка, которую мы часто в клинической практике считаем первым признаком сердечной недостаточности клиническим. А у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких одышка – это основной клинический симптом. И, конечно, безусловно, особенности лечения, ограничение применения лекарственной терапии, необходимость воздействия на несколько патологических процессов одновременно. Хочу обратить ваше внимание, уважаемые коллеги, что риск смерти и обострений сердечной недостаточности ассоциирован с ингаляционными бета-2-агонистами у больных с сердечной недостаточностью. Как представлено на данном слайде, чем больше доза и больше кратность принимаемых бета-2-агонистом, тем выше риск и госпитализации, и риск смерти у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. А базисная терапия пациентов с ХОБЛ, как мы знаем, это, конечно, бронходилетаторы. Три основных класса бронходилетаторов – бета-2-агонистами тилстантины, антихолинергические препараты. И из этих трех классов только антихолинергические препараты не оказывают значимого влияния на сердечно-сосудистую систему. Бета-2-агонисты, к сожалению, столь необходимые пациентов с ХОБЛ могут приводить к развитию синусовой тахикардии, нарушениям ритма сердца, ишемии миокарда, гипокалиемии, метилксантины, хорошо известные побочные эффекты, различные нарушения ритма сердца. Говоря о лечении сердечной недостаточностью пациентов с ХОБЛ, нам, конечно, нужно учитывать, какова причина развития сердечной недостаточности. Но в любом случае мы учитываем механизмы развития и прогрессирования хронического легочного сердца в этой категории пациентов, и учитываем те патогенетические изменения, которые происходят. Безусловно, развитие легочной гипертензии, гипертрофии, дилетации сначала правых отделов сердца, но неизменно в дальнейшем и структурно-морфологические изменения и левых отделов сердца. Итак, уважаемые коллеги, конечно, предикторами неблагоприятного прогноза при сочетании сердечной недостаточности и ХОБЛ, обратите внимание, является легочная гипертензия, наличие артериальной гипертензии, а у этой категории больных это до 80%. Далее я это покажу. Высокий функциональный класс сердечной недостаточности и тяжелая стадия хронической обструктивной болезни легких. Но я обращаю ваше внимание на вклад легочной гипертензии в прогноз у этой категории пациентов, особенно когда достигает давление 50 и более миллиметров тутного столба. Согласно рекомендациям, какие препараты мы можем использовать для коррекции давления в малом круге кровообращения, они вам хорошо известны, но для пациентов с ХОБЛ, которым требуется постоянный прием препаратов при наличии легочной гипертензии, конечно, в широкой практике остаются препаратами выбора дегидроперидиновые антагонисты кальция. Именно эти препараты позволяют уменьшать или устранять легочную вазоконстрикцию, снижать давление в легочной артерии, снижать неспецифическую гиперреактивность бронхов, усиливать бронхолитический эффект бета-2 агонистов. И, как мы знаем, только дегидроперидиновые препараты пролонгированного действия мы можем применять у пациентов сердечной недостаточности. Вот фрагмент из рекомендаций, наших национальных рекомендаций по диагностике и лечению сердечной недостаточности, где в разделе, посвященном препаратам антагонистам кальция дегидроперидинового ряда, указано, что только амлодипин и филодипин, по данным соответствующих исследований, не ухудшают прогноз больных с сердечной недостаточностью, улучшают клинику и уменьшают выраженность симптомов декомпенсации. И среди тех ситуаций, когда могут быть выбраны эти препараты, несмотря на наличие сердечной недостаточности, это легочная гипертония у пациентов с сопутствующей хронической обструктивной болезнью легких. Итак, говоря о декомпенсированном легочном сердце, то есть сердечной недостаточностью у пациентов с ХОБЛ, мы, конечно, понимаем, что прогрессирование ХОБЛ будет приводить к прогрессированию сердечной недостаточности, поэтому очень важно оптимальное лечение самой хронической обструктивной болезни легких, кислородотерапия, как компонент необходимый для лечения такой категории пациентов, для коррекции повышенного давления в малом круге кровообращения, дигитроперидиновые антагонисты кальция пролонгированные, и, конечно, целью воздействия на ремоделирование правых и левых отделов сердца должны применяться блокады РАС, ингибиторы АПФ или сортаны. Если мы говорим о декомпенсированном легочном сердце, то есть сердечной недостаточности, обусловленной именно хронической обструктивной болезнью легких, нужно сказать, что это, как правило, сердечная недостаточность с охранной систолической функцией левого желудочка. Согласно рекомендациям, к сожалению, ни один класс не подтвердил возможность именно влиять на прогноз у этой категории пациентов, но, тем не менее, в лечении этих пациентов остаются препаратами выбора блокады РАС, ингибиторы АПФ и сортаны или бета-адреноблокаторы, как те препараты, которые лежат в основе лечения сердечно-сосуистых заболеваний, зачастую приводящих к развитию сердечной недостаточности. Выбор блокады РАС у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких. Прогрессирование сердечной недостаточности происходит, как я уже отметила, как правило, на фоне прогрессирования ХОБЛ. До 20% болезнью ХОБЛ имеют и бронхиальную астму. И, конечно, трудно определить у таких пациентов причину развития кашля на фоне прогрессирования, обострения заболевания. А мы знаем класс специфический побочный эффект ингибитор АПФ в сухой кашель. Не просто порой нам решить, это сухой кашель прогрессирования ХОБЛ или это сухой кашель как побочный эффект ингибитор АПФ. И вот у пациентов с охранной систерической функцией праве мы выбирать ингибитор АПФ или антагонист рецепторов к ангетензину. И в последнее время, в частности в рекомендациях по ведению пациентов с артериальной гипертензией на фоне хронической обструктивной болезни легких отмечено, что помимо сухого кашля в механизме на фоне применения ингибитора АПФ может развиваться бронхоспазм и одышка. В механизме развития бронхоспазма на прием ингибитор АПФ важную роль играет гиперреактивность бронков. И кашель при назначении ингибитора АПФ у больных Хоббл может приводить к необоснованному увеличению, усилению бронхолитической терапии, снижать приверженность терапии. То есть ингибиторы АПФ, в общем-то, наверное, выбор в большей степени будет при сохранной систолической функции у нас в пользу проводиться антагонистов рецепторов к ангиотензину. И, уважаемые коллеги, хочу обратить ваше внимание на достаточно высокий процент применения антагонистов рецепторов к ангиотензину согласно Европейскому регистру по сердечной недостаточности в Европе, в различных странах, до 27% применяется эта группа препаратов. И я думаю, что это, конечно, не только те пациенты, у которых был кашель на фоне применения ингибитора АПФ, а это и те пациенты применения сортанов, которых обусловлено в том числе сопутствующей патологией, такой как хроническая обструктивная болезнь легких. Если мы выбираем сортаны, мы знаем, что выбор из трех препаратов, тех препаратов, которые зарекомендовали свою эффективность в лечении пациентов с сердечной недостаточностью, а именно способность улучшать прогноз. Это Кантесортан, Валсортан, Лосортан. Исследование Валхеп всем хорошо известно на фоне применения Валсортана, снижение риска смерти и прогрессирования сердечной недостаточности, высокодостоверное, на 44% даже снижение общей смертности, на 33% при применении Валсортана у пациентов с сердечной недостаточностью, когда нельзя было назначить ингибитор АПФ. Хорошо известное исследование ЧАРМ, и под исследование у тех пациентов, которым невозможно назначить ингибитор АПФ, и назначались Сартан, и назначался Кантесортан, достоверное снижение и смерти, и госпитализации, и даже во втором под исследований. Это пациенты с сохранной систолической функцией левого желудочка. Это та ситуация, как у нас, у пациентов с ХОБЛ и декомпенсированным легочным сердцем, улучшение течения сердечной недостаточности, достоверное снижение риска госпитализации на фоне применения Сартана. Хочу обратить Ваше внимание, уважаемые коллеги, на чистоту сочетания ХОБЛ и сердечно-сосудистых заболеваний. Да, конечно, мы должны с Вами учитывать сочетанный генез. Примерно в 2-3 случаях сочетанный генез с сердечной недостаточностью у пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких. Ишемическая болезнь сердца, встречаемость более 60%, причём, подчёркиваю, атипичное нередко течение ишемической болезни сердца в условиях хронической гипоксии и позднюю диагностику ИБС у этой категории пациентов. Артериальная гипертензия, около 80% пациентов с ХОБЛ имеют артериальную гипертензию. Поэтому 2-3 пациентов с ХОБЛ и сердечной недостаточности имеют именно смешанный характер, смешанную причину развития сердечной недостаточности. В этом случае сердечная недостаточность может быть как со сниженной фракцией выброса, так и с охраной. Если мы говорим о сниженной фракции выброса у пациентов с сердечной недостаточностью ХОБЛ, согласно и европейским, и нашим российским рекомендациям, конечно, в первую очередь мы рассматриваем назначение ингибиторов АПФ и лишь при непереносимости назначение сортанов. Ингибиторы АПФ все имеют показания, как мы знаем, сердечную недостаточность, но из всех препаратов наибольшую доказательную базу имеют 5 препаратов, каптаприл, перендаприл, аналаприл, фазинаприл, лизинаприл. И, конечно, говоря вот о такой частой встречаемости ишемической болезни сердца у пациентов с ХОБЛ, конечно, я думаю, что прежде всего мы должны рассматривать назначение перендаприла, который доказал в исследовании Европы способность снижать риск госпитализации достоверно на фоне применения пристариума. И даже у пациентов с сохранной фракцией выброса доказано снижение риска госпитализации на фоне применения перендаприла. Очень важным, уважаемые коллеги, является воздействие на структурно-функциональные изменения со стороны не только левых отделов, но у пациентов с ХОБЛ и правых отделов сердца. И, конечно, гипертрофия правых и левых отделов сердца. И выбирая вот такую комбинацию, с одной стороны, обязательным являются антагонисты кальция дегидропереденного ряда, с другой стороны, блокаторов РАС, комбинация этих препаратов в большей степени позволяет вызывать регресс гипертрофии и левых, и правых отделов сердца. Так как именно эти три группы препаратов и, согласно рекомендациям, прежде всего, с этой целью должны применяться. И обращаю ваше внимание, уважаемые коллеги, так как одной из частых ошибок в ведении пациентов с сердечной недостаточностью и хронической обструктивной болезнью лёгких является применение не дегидроперединовых антагонистов кальция, если есть сердечная недостаточность, веропомила, дилкиозема. А в европейских рекомендациях обозначено, что большинство антагонистов кальция, за исключением амладипина и филадипина, на это я обращала уже внимание, не должны применяться у пациентов с сердечной недостаточностью и сниженной систолической функцией левого желудочка из-за того, что могут оказывать отрицательное воздействие на систолическую функцию левого желудочка. Поэтому, говоря о препаратах выбора, уважаемые коллеги, прежде всего, обращая внимание на те препараты, которые мы должны назначить с целью улучшения прогноза, мы назначаем ингибитор АПФ или сортаны, но вторым препаратом по выбору являются бета-адреноблокаторы, а при их непереносимости, согласно нашим рекомендациям, и синусовом ритме, и ЧСС больше 70, рассматриваем возможность назначения ИВА-бродина. Какова позиция бета-блокаторов у этой категории пациентов? Конечно, с одной стороны, показания к назначению бета-блокаторов у пациентов с ХОБЛ, это, прежде всего, перенесенный инфаркт миокарда, рассматриваем как антиангинальный препарат первой линии при стабильности на кардии, конечно, сердечная недостаточность, но с другой стороны, чего мы опасаемся? Опасаемся развития бронхоспазма. Конечно, на фоне прогрессирования ХОБЛ, когда есть опасения развития бронхоспазма, мы с вами, к сожалению, при всем желании, не можем назначить, если даже рискуем назначить, то только небольшую дозу бета-блокаторов. И обязательно рассматриваем возможность назначения бета-блокаторов после перенесения инфаркта миокарда, потому что, уважаемые коллеги, в целом ряде исследований, как представленное на данном слайде, это результат, вы видите, исследования у более чем 54 тысяч пациентов с ХОБЛ, перенесенный инфаркт миокарда продемонстрировало, что применение бета-блокаторов на 40% снижает риск смерти у этой категории пациентов. То есть после перенесения инфаркта миокарда мы, безусловно, должны рассматривать назначение бета-блокаторов, а вот какую сможем дозу, это подбираем в зависимости от клинической ситуации. Но, с другой стороны, перед нами еще одна проблема. Это проблема синусовой тахикардии, проблема нарушения ритма у этой категории больных. Чем обусловлено? С одной стороны, ишемия высокий процент, хроническая гипоксия, с другой стороны, как я уже показывала, прием бронходилататоров. Безусловно, прием бронходилататоров приводит к развитию зачастую синусовой тахикардии. И у этих пациентов, клиницисты, присутствующие в зале, знают, что одна из практически постоянных жалоб – это жалобы не только на дышку, кашель, но учащенное сердцебиение, побочный эффект применения бронходилататоров. То есть это мы, конечно, учитываем в лечении пациентов с хронической абстрактивной болезнью легких и особенно с сердечной недостаточностью. Потому что мы знаем, что у пациентов с сердечной недостаточностью ЧСС в покое – это мощный предиктор прогноза. Обратите внимание, жаль, что не очень хорошо видно, что разница первичной точки комбинированной, то есть смертность и госпитализация ЧСС более 80 в минуту, ЧСС 70 и ниже. Какая огромная разница влияния на прогноз, на выживаемость и благоприятный исход у этой категории больных с сердечной недостаточностью. Частоты сердечных сокращений при выписке являются мощным предсказателем выживаемости пациентов, с ХСН. Одно из крупнейших исследований более полутора тысяч пациентов продемонстрировало, что выживаемость у пациентов существенно выше. Выше на 41%, если у пациентов ЧСС меньше 70 по сравнению с теми пациентами с сердечной недостаточностью, которые имеют частоту сердечных сокращений более 80. И чрезвычайно актуальна эта проблема частоты сердечных сокращений для пациентов с хроническо-обструктивной болезнью легких. На слайде продемонстрировано, чем тяжелее хроническо-обструктивная болезнь легких, тем более значимое влияние на прогноз частоты сердечных сокращений. Посмотрите, насколько снижается выживаемость у пациентов с ЧСС больше 85, да и в общем-то и больше 75 у этой категории пациентов по мере прогрессирования хронической-обструктивной болезни легких. Какие препараты мы можем использовать для контроля за частотой сердечных сокращений? Но прежде всего хочу отметить, что по данным Европейского регистра по сердечной недостаточности, уникальный регистр позволяет ответить на многие уже сегодня, хотя он продолжается на многие вопросы, продемонстрировал, какая группа препаратов в каком проценте может использоваться в рекомендуемой целевой дозе. И обратите, пожалуйста, внимание на группу бета-блокаторов. Лишь 17%, это без ХОБЛ, это вообще все пациенты с сердечной недостаточностью, лишь 17% пациентов получают целевые дозы препаратов. А для пациентов с ХОБЛ применение тех доз, которые мы бы хотели, вообще, в общем-то, практически непозволительная роскошь. Мы бы, если и назначаем бета-блокаторы, низкие или средние дозы. Итак, пульсурежающие препараты у больных с хроническо-абструктивной болезнью и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Бета-блокаторы, но всегда помним о риске бронхоспазма. Недегидроперидиновые антагонисты веропамил-дилтиазем, как я уже говорила, противопоказаны при сердечной недостаточности со сниженной систолической функцией левожелудочка. И препаратом выбора являются ингибиторы F-каналов и вабрадин-караксан. Когда появилась эта группа препаратов, да, конечно, это возможность эффективного, более эффективного лечения пациентов с ишемической болезнью сердца, более эффективного лечения пациентов с сердечной недостаточностью. И, в общем-то, появилась та же ситуация, которую мы наблюдали и по отношению к другим группам препаратов. Создавался препарат как антиангинальный для лечения ИБС, но он стал просто необходимым для лечения сердечной недостаточности, а для пациентов с ХОБЛ это выход из сложных клинических ситуаций по контролю за частотой сердечных сокращений. И, конечно, прежде всего, говоря об эффективности применения и вабрадина, и возможности с помощью этого препарата решать сложные клинические задачи, мы обращаем внимание на исследование SHIFT. Это именно то исследование, в котором участвовали пациенты с сердечной недостаточностью и ишемической, и не ишемической этиологией с частотой сердечных сокращений более 70 ударов в минуту, что есть у пациентов, в частности, с хронической обструктивной болезнью лёгких. И хочу обратить Ваше внимание, ведь в этом исследовании две группы пациентов принимали примерно одинаковую терапию с сердечной недостаточностью согласно рекомендациям. Отличие было лишь то, что пациенты второй группы, помимо рекомендованной терапии, принимали ещё и вабрадин. Разница в одном препарате. Но к чему это привело? Конечно, к более выраженному снижению частоты сердечных сокращений ожидаемый результат. А что за этим последовало? А за этим последовало существенное улучшение прогноза. Высокодостоверное снижение на фоне применения и вабрадина караксана сердечно-сосудистой смерти и госпитализации по поводу сердечной недостаточности. Уменьшение риска смерти от сердечной недостаточности практически на 40%. Причём проведенный анализ позволил судить об эффективности применения и вабрадина и у пациентов с сердечной недостаточности и шимической теологии, и любой теологии, в том числе и пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких. Мы с вами хорошо знаем результаты этого исследования. Не буду останавливаться подробно, но хочу обратить ваше внимание ещё на один фактор. Суммарные результаты исследования SHIFT у пациентов с сердечной недостаточностью сниженность исторической функции ЧСС более 70 ударов в минуту. Достоверно улучшились все показатели, характеризующие прогноз, за исключением смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и общей смертности. То есть и смертность плюс госпитализация снизилась, и госпитализация из-за сердечной недостаточности, смертность из-за сердечной недостаточности и так далее. Но когда проанализировали, сделали отдельный анализ влияния вабрадина на показатели прогноза у пациентов с ЧСС более или равно 75 ударов в минуту, а это пациенты, все пациенты практически с ХОБЛ имеют такую частоту сердечных сокращений, и в исследовании SHIFT таких пациентов оказалось 64%. То улучшение отмечено было и показателя смертности от сердечной недостаточности, и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, и общая смертность. Все показатели достоверно снижались. Насколько разница в лечении лишь в одном препарате, насколько более выраженное влияние на прогноз. Хочу отметить на фоне вабрадина и снижение госпитализации, и, что важно для обсуждаемой нашей проблеме, отдельно были проанализированы те пациенты, включенные в исследование SHIFT, которые имели хроническую абструктивную болезнь легких. И вот без ХОБЛ достоверное на фоне вабрадина снижение смертности и частоты госпитализации, и у пациентов с хронической абструктивной болезнью легких достоверное улучшение прогноза на фоне вабрадина. Ну и говоря о более выраженных даже у пациентов с ХОБЛ структурно-функциональных изменений и со стороны левых, и со стороны правых отдела сердца, очень важно влияние вабрадина положительное и на эти показатели, показатели ремоделирования, в частности улучшения систолической функции, улучшения фракции выброса левого желудочка. И кроме того, обозначено, что в целом ряде исследований анализировалось влияние на показатель объема форсированного выдоха за одну секунду, и отмечено, что никакого влияния на бронхиальную проходимость отрицательного этот препарат не оказывает. Итак, уважаемые коллеги, хочу отметить, что в рекомендациях, если мы будем говорить именно о пациентах с ХОБЛ и сердечной недостаточностью, мы будем обращать внимание на изменения уже на первых этапах. Первые шаги – это назначение блокаторов расингибитора ПМ или САРТАН. Как правило, если мы назначаем бета-блокатор в небольшой дозе и рассматриваем уже с первого шага в лечении этой категории пациентов назначения ивабродина-караксана, или же рассматриваем, если назначили более высокий дозу бета-блокатор, обязательно для коррекции ЧСС. Но уже не буду останавливаться. Итак, показывая последний слайд, хочу обратить Ваше внимание на ту особенность в лечении сердечной недостаточности, которая определяет наличие хронической абсурдивной болезни легких. Всё-таки, если сохранная фракция выброса, мы выбор делаем в сторону сартанов, учитывая класс-специфический побочный эффект ингибитора ПФ, рассматриваем с первых же шагов назначение ивабродина, безусловно, для улучшения прогноза антагонисты минералокартикоидных рецепторов, и включаем в схему лечения дегидроперидиновое пролонгированное антагонисты кальция с целью коррекции давления в малом круге кровообращения. Благодарю за внимание. Если нет, у нас временные вопросы, можно передавать в письменном виде. Конечно, Людмила Александровича. Есть ли у Вас информация о реальных возможностях использования силденатила при указанной коморбидности ХСН и ХОБУ? Конечно, этот препарат используется, безусловно, но больше все-таки при первичной легочной гипертензии. Для этой категории пациентов требуется постоянный прием, потому что ХОБУ – прогрессирующая хроническая легочная гипертензия, и она не столь высока, как при первичной. До 50 – это, как правило, уже крайне тяжело. Чаще всего у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких и сердечной недостаточностью 40 с небольшим цифрой давления. И ведь, уважаемые коллеги, нет времени подробно говорить об этой категории больных. Это ведь более тяжелые пациенты, чем пациенты, например, с сердечной недостаточностью ИБС. Почему? Одновременно прогрессирует и дыхательная, и сердечная недостаточность, и, в общем-то, они не доживают до той терминальной стадии сердечной недостаточности. Поэтому для этой категории больных эта группа использоваться может в периодически, в стационарных условиях, но не для постоянного приема, безусловно. Анна Ивановна, можно еще вопрос? Конечно. Вот Вы правильно абсолютно говорили, что если мы говорим о сортанах, то мы говорим не о группе, а только о трех сортанах. Ибо, да, ни ТЭЛМИ сортан, ни даже последний следный саппорт с ОЛМИ сортаном, как ни старались, не показал. И вот тут встает вопрос. Лазартан, который входит в эту тройку, показал четкие следные преимущества в исследний ХИЛ, где была доза 150 мг. Максимально разрешенная терапевтическая доза 100 мг. Вот Вы лично, как в своей практике выходите из этой ситуации? Вы позволяете себе 150 мг назначать или нет? Спасибо большое. Прекрасный вопрос. И я всегда, когда более подробно об этом рассказываю, всегда говорю, что и из этих трех сортанов препаратами выбора прежде всего являются ВАЛ-сортан и КАРДО-сортан. ЛО-сортан все-таки при начальных проявлениях сердечной недостаточностью, как это обозначено в наших рекомендациях, или целью профилактики. Потому что, конечно, наша максимально разрешенная доза согласно инструкции к препарату 100 мг. А говоря вот, например, о тех пациентах... Промоги спинары, да. Да, совершенно верно. А говоря об этой группе пациентов с ХОБЛ и сердечной недостаточностью, уважаемые коллеги, я занималась этой проблемой очень активно. Поверьте, высокий процент ИБЭТ не выявленный у них. Я бы вообще один выбирала ВАЛ-сортан, потому что я не уверена, не проведя дополнительные исследования, если там уже и шимическая болезнь сердца, я бы выбирала вообще ВАЛ-сортан.